всем привет сегодня суббота 15 сентября рынки закрыты а мы с вами продолжаем наши еженедельные обзоры состояния финансовых рынков скажем так россии америки ну и не только и меня зовут ренат хасанов это аналитика является частью доступной частью открытой частью сервиса который предлагает сайт фотоинвест.ру начнем с того что неделя в целом была спокойной наш индекс показал рост формально у нас даже имеется недельный еженедельный рекорд но максимальный уровень был достигнут в понедельник а потом в общем-то происходило достаточно плавное снижение результатом чего стал ну практически нулевой практически нулевое значение роста индекса московской биржи то есть вот тут вот мы находились и вот сюда мы пришли тем не менее вот где-то в середине недели складывалось впечатление что рынки начинают откатываться вниз и мы продали часть бумаг наши в индексе но может быть мы ошибку допустили но мы вернули наш индекс стопроцентному состоянию то есть мы полностью инвестированы но структура его и состав его сейчас все-таки чуть-чуть другой чем был до тех изменений которые мы сделали там увидели модели в отдельных бумагах и в общем-то купили посмотрим правильно или нет поступили но сейчас техническая картина по-прежнему нам с вами ничего не говорит скорее она такая неопределенная ну хотя некоторые из вас могут увидеть в этой фигуре в этих фигурах особенно фигуре ртс а можно увидеть флаг а флаг этого здесь одна формирование это всегда предвестник дальнейшего роста роста нет ни в россии не в америке там тоже такое поступательное движение вниз может быть какая-то пауза сейчас рынками взята посмотрим что будет дальше но я не могу пока ничего сказать вам относительно того с большой долей уверенности что вот нас ждет рост падение там или что-то еще пока рынке взяли передышку и передышка это возможно затянется возможно уже найдет какое-то новое направление если мы посмотрим на модель в рубле то здесь по-прежнему по-прежнему мы имеем то что ну вот американская валюта немножко отпрыгивает вверх до вверх ей не удалось показать большого такого прямо по скачка ну тем не менее все таки ситуация по-прежнему является обычай для доллара но что там будет в рубле смысле что там будет дальше пока определенно сказать не могу хочу обратить ваше внимание вот на эту новость которая вышла сегодня то есть положительная сальдо внешней торговли за месяц увеличились до 23 120 90 1 миллиарда и это новый исторический максимум но надо признать что российская экономика активно экспортирует 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 все это по идее должно было давным-давно сказаться на курсе рубля но не сказывается все что удалось достичь нашим властям это ну скажем так складывать всю сверхприбыль в резервы золотовалютные резервы фонд на стальное благосостояние хотя видите такие данные говорят о том что ну вот смотрите если по 20 миллиардов месяц считать то есть грубо это 240 миллиардов ежегодно притекает в россию а как вы слышали все равно одновременно с этими данными мы имеем постоянный положительный отток капитала из страны отток капитала из страны просто означает лишь то что государство покупает доллары и складывает их пока подчеркиваю модели какая-то более-менее приемлемая здесь не найдено ну на рынке российских облигаций происходило движение вниз и довольно серьезный пробой вот этого уровня сопротивления произошел в пятницу на новости о том что центральный банк вновь поднял процентную ставку якобы по аргументам связанных с инфляцией но мне я с этим не согласен никакой необходимости повышать ставку нет ни один центробанк в мире славки не повышает пока еще и если они повысят это они повысят от нулевого уровня там может быть на пару долей процента у нас же уже почти семь процентов ставка центробанка такое чувство что он прямо борется с нашей российской экономикой но и видите на этой новости вот сюда вниз пошли цены облигации но все-таки они что интересно сохранили вот этот уровень поддержки и скорее всего вот сейчас мы наблюдаем очередной минимум от которого можно отталкиваться то есть если у вас есть идея покупки на российских долгов сейчас может быть пойдем дальше положительно для рынка может быть ситуация в нефти значит я на прошлом начале или начале первой недели показывал вот эти модели здесь была у нас я покажу мышкой модель разворота вниз и принципе достаточно явная но уровень был удержан и обращаю ваше внимание уровень был удержан и вот такая вот ситуация которую мы имеем сейчас на рынке за такая поддерживающая и очень вероятно то что нефть будет дальше отталкиваться но тем более что смотрите цены растут на все следите за нашим сайтом у нас я стараюсь обращать внимание на интересные новости то есть там цены на пасту в италии выросли зерно твердо со сортов чуть ли не там два раза по моему цена стала под не поднялась вроде все растет но нефть не растет даст на максимумах каких-то супер исторических нефть пока не растет почему но скорее всего потому что сейчас этот рынок как-то так знаете олигополизирован и уже управляется россии саудовской аравии там и соединенными штатами но не исключая исключать того что капитал и в нефть зайдет хотя вот смотрите по другим графикам этого не видно например золото которое могло бы быть таким хеджем против инфляции все равно не растет это до синяя линия которую мы обозначили является явно является одним из мощнейших сопротивлений для того чтобы желтый металл куда-то туда дальше пошел 1900 пока это сопротивление не преодолено и золото где-то болтается ниже то же самое могу вам сказать и о ситуации с рынком государственного долга сша это график доходности то есть обратите внимание какие доходности 1 и 3 а у нас 7 доходность здесь явно видны две три тройная вершина фигура раз два три и вот уровень 137 может быть это даже 138 а он является таким достаточно серьезным сопротивлением преодолеть которые кстати говоря может быть и попытается доходность облигации сша то есть облигации могут продолжать падать видите здесь тоже сформировалась локальная модель роста но я ее решил так сильно не обозначать поскольку ну вот мне кажется что все таки вероятность продолжения боковика большая большая но если пробить произойдет пробитие куда-то суда и суда то вновь вернется внимание рынка под этим проблемам ну и завершающий слайд на сегодня это график amazon amazon одна из крупнейших бумаг с высочайшая капитализация с высочайшим оборотом и в ней смотрите образуется модель разворота вниз которая может говорить нам о том что и вот здесь ставки могут быть пробиты посмотрим внимательно amazon является в определенной степени сигналом о том что вот эта ситуация может являться сигналом о том что рынки переходят в режим рисков а это означает всегда проблемы для переоцененного сектора крупнейших эти компаний сша это хорошо для нашего индекса фтн лист 11 который тоже пока стагнирует последний месяц я бы так сказал ну пока на сегодня все всем спасибо